А сегодня все о Кубке Вызова. В этом году 5-й Кубок Вызова проходит в Нижнем Новгороде. Это одно из ключевых мероприятий молодежной хоккейной лиги, которая традиционно собирает полную арену. В начале церемонии открытия на льду было сразу два символа Кубка Вызова 2014. Волга ГАЗ-31, которая напоминала зрителю о золотых годах Горьковского автомобилестроения и сам трофей предстоящего поединка, за который предстояло побороться хоккеистам Запада и Востока. Ну и вот вы видите, такой парадный проезд. Все сияют, и девушки, и кубок. Да, Кубок Вызова 2014. Нижний Новгород. Запомним этот момент. Объявляю 5-й мяч на Кубок Вызова в Нижнем Новгороде открыто. После торжественного выбрасывания началась борьба за право называть свою конференцию сильнейшей. Именно борьба, ведь это особенность Кубка Вызова МХЛ. Завоевать такой трофей – дело принципа для самых мастеровитых хоккеистов Запада и Востока. Зритель не увидит здесь шоу и улыбок спортсменов. На льду только настоящее противостояние. В напряженном поединке со счетом 5-3 взяла верх сборная Запада. Ответит ли в следующем сезоне «Восток» – узнаем на Кубке Вызова 2015. Вот теперь включает намный бит. После игры участники и гости Кубка Вызова были приглашены на вечеринку, где уже не было хоккеистов, болельщиков и руководителей клубов. Была одна большая хоккейная семья. Специальный гость вечера Сати Казанова вдохновила спортсменов не только на общение, но и на пене. Дружка моя, я по тебе скучаю, я тебя в письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь. Ты любишь, что ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. Я люблю хоккей! А мы любим хоккей! И мы победители! Доволен, что есть такие соревнования. И вот эту лигу создали, МХЛ. Это здорово. Почему? Потому что ребята, которые раньше, половина ребят пропадали, они сейчас на виду. А вот это вот, ну как бы, венец всего. Когда играют команды, это... А здесь собраны лучшие, что на сегодняшний день. В Востоке и Западе. Ну, сейчас говорить о звездочках, я думаю, что рановато. Почему? Потому что... Да, и есть интересные ребята. На Западе есть и на Востоке. Но и перспективные есть. Самое главное, перспективные... Ну, как бы, проблема будет в чем? Есть перспективные. Если они остановятся в учебно-тренировочном процессе, не будут над собой работать, то есть хорошо трудиться, то из них ничего не получится. Они так и будут перспективные. И на их место придут менее перспективные, но трудолюбивые. Если он будет жить хоккеем, то из него получится. Если за счет хоккея, то ничего не получится. Кубок вызова не просто матч звезд молодежной хоккейной лиги. Это серьезное противостояние сильнейших игроков Востока и Запада. На этом мероприятии нет мастер-шоу, но организаторы всегда стараются подготовить для хоккеистов оригинальные соревнования. В Магнитогорске это были кулинарный поединок и конкурс «Познакомься с девушкой». В Новгороде настало время традиционному брейн-рингу. Сами спортсмены постарались сделать мероприятие максимально веселым. И это у них с легкостью получилось. Продолжение следует... Правила игры в брейн-ринг предельно просты. Вопрос, 30-секундное обсуждение и ответ. Кто первый правильно отвечает, тот и зарабатывает балл для своей команды. В русскую баню с собой всегда брали чистое белье, березовый веник и бутылку с квасом. Но не для питья, а для чего же. Прикрыться. Литя камня. Правильно. Слышь, поддерживай. А что у нас тут? Какой клуб в КХЛ имеет такое же название, как и под вид бабочки? Вопросы на брейн-ринг были разной степени сложности, но спортсмены старались ответить на все. Кто это? Чехов. Мусоргский. Молодец, Мусоргский. Что это за картина? Боря. Бери, Боря. Вот манет, че. И это правильный ответ. С разгромным счетом 7-3 победу одерживает команда Запада. Остается только гадать, какую идею реализует коллектив молодежной хоккейной лиги на следующем Кубке Вызова. Но то, что это будет весело, факт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok